В темно-синим лесу, где трепещут осины. Все тебя знают как Сеню, больше чем как Андрея даже. Откуда это все пошло, расскажи. Ну, опять же, Семен Семен Игорь Буньков, Вариантовая рука. Оттуда, Сеня, береги руку, а так, я говорю, сломал руку вот на, например, там, на двусторонке. И ходил с этим гипсом, потом выздоровел, вот и... Береги руку, Сеня, береги. Надя, расстроится. Что делать? Такова саляви, как говорят у них. Тренер Могилевой у меня начал. Все, Сеня, береги руку, Сеня, ну, с тех пор. Я даже, я же говорю, у меня сейчас Андрей немножко, это, уху режет. Даже так? Ну, не воспринимаю. Вот, ну, понятно, мое имя, меня так назвали. Ну, я не против, что меня так называли. Ну, там, говорят, спрашивают, как тебе называться, да, Сеня? Я не могу Андрею. Жена себя не называют? Семен. И такое бывает? Ну, да, не Андрей. Андрей, это она, когда слится сильно. То есть, если Андрей, значит, красный маячок, тревога. Ну, очень редко, очень редко. Не случается у нас. Тут, фу, опять, буду плеваться. А дочка хорошо, когда говорит, моего папу зовут Андрей или Семен? Андрея. Нет, она Андрея говорит. Но она знает тоже, что Сеня все называют. Ну, не знаю, то есть, что ты. Сеня, ну, нормально, что? Семен Семенович. Понял. У каждого есть клички, прозвища. И поначалу, по фамилии, он горбун и все называли. Но мне это не очень нравилось так. А потом приклеилось, нормально все. Друзья, добрый день. У нас сегодня очередной выпуск нашей рубрики на коротке. И сегодня нашим героем, настоящим героем, выступит Андрей Горбунов, который совсем недавно провел 100 матчей за Минское Динамо. Поздоровайся. Зачем? Ну, как говорится, на всякий пожарный случай. Семен Семенович, ну что вы. Всем привет. Что, начнем? Андрей, ну, буквально несколько дней назад ты защищал цвета сборной Беларуси вот прямо здесь, на этом стадионе. Ну, несколько слов про сборную буквально. Выиграли Люксембург, хорошо, все здорово. Но с Молдовой, наверное, совсем не то, на что рассчитывали, согласись. Ну, понятно, да, конечно. Не то, что значит рассчитывали. Рассчитывали, я же говорю, посыпать голову пеплом тоже не стоит. И понятно, сейчас многие там задают вопросы ниже Люксембурга, как это рассматривается, как это воспринимается. Но есть две игры, и может повернуться так, что и с отрывом закончим отборочный этот вот турнир Лиги Наций. Поэтому, ну, есть определенная следующая игра, к которой нужно готовиться будет и, соответственно, выиграть. И все по-другому будет восприниматься. Поэтому, ну, да, сыграли ненужную ничью для нас, с точки зрения таблицы. И поэтому, как бы, ну, опять же, дела сборные, дела сборные. Сейчас уже все. Согласен, тем более вот у нас сегодня тема именно Минская Динамо, твои 100 матчей. И сразу же вопрос. После матча с футбольным клубом Смолевичи, для тебя это реально был сюрприз, потому что я помню твои глаза, они были полны удивления. Что было в голове, когда ты увидел вот эту вот футболку с цифрами 100? Ну, я же говорю, я, как бы, так, где-то, ну, не то, что подсознаю, я знал, у меня там до сезона сколько игр было. Тем более туристическую статистику. Ну, да, так, как бы, владел информацией, сколько игр нужно для, ну, то есть не было такого, вот 100 матчей надо сыграть. Да, это такая цифра интересная, как бы, для меня и для клуба, наверное, тоже. Но, когда игра закончилась, выиграли, тем более, тут перед игрой получилось, что лучший игрок месяца, после игры 100 матчей, все как-то так, и... Ну, неожиданность в том заключалась, что я не думал, что именно эта игра сотая. И поэтому так, не то, что удивился, а больше приятно было, что на память вот мне эта майка останется после сотой игры, ни в одном клубе я еще 100 игр не играл. Ну, и так уж вышло, то, что мы тебе подарили ту футболку, которую ты, наверное, больше всего не любишь. Не любишь красный цвет и короткие рукава, в принципе, тоже. Я даже помню, в начале сезона ты просил меня поменять фотографии на официальном сайте. Почему? Откуда такая нелюбовь к красному и коротким рукавам? Это такие вот нюансы. К красному, как сказать, более спокойно отношусь. То есть, ну, это уже так, чисто... Ну, со времен, я не знаю, тут упомяну, Батте как бы повелось, что главный тренер не очень любил красный цвет и категорически был против того, чтобы Батте играл в красном. То есть, я не могу объяснить, в чем причина. И с тех пор красный цвет, ну, не одеваю тоже, пытаюсь не одевать, по крайней мере. Хотя, опять же, вот, была ситуация в сборной. Играли со Словенией. После долгой паузы меня вызвали. И администратор Ильюха Белановский говорит, будешь в красном форте играть? Ну, я говорю, ну, значит, придется традиции ломать. А рукава? Нет, длинные были. А рукава, я себя чувствую, как на пляже в короткой майке. Я не знаю, почему. Ну, у каждого по-своему. Ну, это как... Мне некомфортно. Так же, как и поддевка. Ну, это лично мое ощущение. Ничего такого не выдумывал. Ну, один раз в Греции играл. Вот тоже рассказывал недавно. И... Ну, так сложилось. Была запланирована одна форма на игру. Поменяли что-то соперник. И... Изменили цвет формы. Пришлось. А с длинным рукавом не было. И поддевки не было. Вышел вообще с коронки на рукавом. Первый тайм, не знаю. Ну, такое ощущение было. Ну, это специфика. Не знаю, чем объяснить. Но мне некомфортно просто. И все. Люблю закутаться. Ну, и вместе с тем, раньше ты играл только в штанах. До определенного периода это была твоя фишка. Даже когда ты в первый раз в футболке Батте вышел в шортах, в интернете появился мем. Суть была такая, что случилось что-то такое невообразимое. Почему шорты не любишь? Не любил, вернее, раньше? То же самое, наверное, как некомфортно было до сих пор. И в тренировке есть. И даже тепло, хорошее поле. Одеваю штаны. Но на игры уже, да, шорты. Мне тоже стало более комфортно в шортах, чем в штанах. Ну, и когда в штанах не смотрелся вообще. Выложили фотки и старые. И в шортах намного. Уже повзрослел, да. Симпатичнее выглядит. Ну, тоже это с течением обстоятельств так сложилось. Играл в БТ до определенного момента. Играл, играл. Опять же, ну, не то, что там я вспоминаю. Так получилось, что именно в этом клубе как бы это произошло, смена. И заявили на игру в Лиге Чемпионов, по-моему. В плей-офф играли здесь, кстати, на Динамо. И в черной форме были. Или команда соперника. Или что нельзя было в штанах играть. В черных, короче. И все, что я сказал, мне сказали только в шортах. Ну, я сказал, ладно. В красной форме играл. И так повелось. И в шортах. И выиграли. И нормально. Ну, я говорю, это чисто никакие не забабоны. Ну, каждому свою, правильно? Ну, красный цвет не нравится. Моей жене не нравится вообще красный цвет. Красное платье не нравится. И все. Не знаю, почему. Ну, вот. А дочка красная носит? А ей нравится розовый. Да, красный, розовый. Ну, вот, в принципе. Ну, почему же нет? Может, она ломает наши традиции. А, ну, правильно. Кому-то ж надо. Так, Андрей, ну, предлагаю вернуться в твое детство. Туда, куда все начиналось. В футбол ты пришел достаточно поздно, если я не ошибаюсь, 12 лет. Почему так получилось? В этом возрасте уже, в принципе, сейчас в футбол попасть довольно тяжело. Только если у тебя есть суперспособности. Наверное, были у меня суперспособности. Не знаю. Я во дворе больше играл. Ну, с четырех лет, наверное, постоянно во двор до вечера. И вперед до десяти домой не могли загнать. А, ну, банально, но не мог... Как сказать, тоже вот найти школу. Не знаю, как это все... Может, наверное, сейчас проще, чем раньше. Не знаю. Ну, не получалось у меня как-то в плане вот этого детско-юношескую школу. И я во дворе, во дворе все. Потом случайно один из двора постарше пацан был, пошел заниматься, отвел меня. Я попросился, чтобы он мне помог. Нет, Днепр. Именно Днепр. Да, школа Днепра была. Но, тем не менее, ты занимался другими видами спорта до футбола. Правильно? Да. Чем? Плавание, легкая атлетика. Вот, ну, как бы у меня секции, которые находили, я туда и ходил. И, ну... А футбол был параллельно, но саморазвитие, как говорится. Без тренировок, без этого. Ну, понятно, что, правда, я же говорю, до 12 лет я все равно играл. Это же не то, что было. Вот я занимался там другими видами спорта, и тут решил футбол пойти играть. Нет, я с такого возраста мечтал быть футболистом. В пионерских лагерях постоянно у меня даже эти вожатые, кто там, как они называются, физрук, плаврук, не помню. Они мне всегда давали делать это, создавать команду свою. И я собирался до этого. Поэтому футбол... Ну, не случайность, просто так запоздалый. Никогда не поздно, как говорится. Но наоборот, ты стал не сразу. Ты начинал в поле, был нападающим, даже какие-то призы завоевывал. Нет, ну, это тоже такая ситуация. Хотел во дворе, и вот в пионерских лагерях чуть ли не забирали даже в одну из... На Украину поехали, там, в Херсон. И играли против команды профессиональной, детской. Ну, я нападение два забил, они меня хотели забрать к себе в академию. Вот так вот. Ну, я сказал, что я занимаюсь там в школе тоже уже, хотя я не занимался. Что меня не отпустят там. Испугался? Повыпендривался, да, наверное. Ну, не знаю почему, думал, что родители не отпустят. Никак-то не... Может, нападающий вырос. А так, Днепр пришел, ворота поставили. Так, что-то... Мне говорят, что я во дворе в воротах стоял, но я такого не помню. А мне говорят, что стоял, падал там. Может, после того, как наоборот пошел заниматься, все равно во дворе продолжали играть. Во дворе обычно самый толстый на воротах стоял. По каким критериям ты туда становился? Так, я же говорю, что я бегал... Но ты не помнишь. Я не помню такого. Это мне вот кто со мной играл, говорят, ты, да, играл там. Я не помню. Я помню, что всегда впереди и накрутить на это, намотать, забить. Старший профессионалом ты всегда говорил о том, что у тебя нету кумиров, нету примеров подражания. Но в детстве такого, наверное, не могло быть. Все равно был какой-то футболист, который тебе нравился больше всего. Даже в детстве не было. Ну вот каждый мы там, вот Саня на юг был, когда он там говорит, вот всегда у каждого майка. Так вспоминали просто, даже было на базе, собирались, кто рассказывал, у кого какая майка была. У меня не было никакой майки. Я не покупал, не знаю. Да ладно, тебе никогда не был в футбольной майке. Как ты жил, Андрей? Ну, вот такой. А во дворе ты в чем играл? В своих? В свитонке? В своих, да, я не знаю. Ну, не было в футбольной майке чьего-то футболиста. Ну, уникальный случай, слушай. Наверное. Ну, я говорю, у каждого там Серегна, то есть, говорил, все равно у него майка Милана была там. Сергей Милан любил, да. Но у него был именно нападающий, не брата, не Диды была майка. А у меня вот не было майки. Но может кто-то хоть как-то нравится тебе? Какой-то клуб может футболист, ну хоть отдаленно? Да нет, ну любимый клуб Барселона, он нравился, не знаю, или... Ну, долгое время. Ну, наверное, в детстве больше ЦСКА болел. Как ты попал в Минское Динамо? Можешь вспомнить вот этот вот переход? Конечно помню, интересно было. Ну, не случай, а такой тоже и против Динамо две игры сыграли. Первую здесь сыграли, 1-0 проиграли. Гигевич Сергеевич в пенальти забил, но так неплохо сыграли. Ну, как я неплохо сыграл, в плане, не результат, конечно, понятно, больше... Ну, вратарские игры. Ну, с индивидуальные действия, да. Да, и потом играли дома, 1-1 сыграли, и Гена Тумилович подошел после игры, говорит, «Динамо хочешь в Минске?» Я говорю, «Хочу, конечно». Это его вот вопрос был, он говорит, «Всё, я понял». То есть, ну, дальше разговора не было ничего. И отпуск, сижу дома, уже 29-е, 25-е декабря, не помню точно число, звонит, говорит, «Ты где?» Я говорю, «Дома». А чё ты не в Минске, не в Динамо?» Я говорю, «В смысле?» Он говорит, «Ну, мы же с тобой договорились». Я говорю, «Ну, у меня такая немножко и паника, Гена звонит, там всё это». Я говорю, «Не знаю, ну, как-то не было такого разговора». Ну, он же говорит, «Помнишь, мы с тобой разговаривали?» Я говорю, «Да, ну, и всё, как бы я тебя пробил». Конкретики не было, да. «Ну, не пробил, но как бы я твою кандидатуру, это всё, приезжать, тебя уже ждут все». А уже медосмотр прошли, дня три прошло, «Ты где?» Он такой вопрос был такой. Немножко был в шоке. Он может сейчас подскажет, что по-другому было, но было точно так. Это сто процентов. Собрал вещи и приехал, конечно. И понеслось. Ну, да. Готовясь к этому интервью, я общался с теми людьми, которые были с тобой в самом начале твоей карьеры в Минском Динамо. И на вопрос, каким был Андрей Горбунов в самом начале, первая фраза, которую мне сказали – «Першистый». Даже с тренировок выгонял Сергей Саныч Приходько. Вспомнишь? Поначалу. Не, ну Саныч же был после еще. Я же пришел при Крившенко, когда только назначили. Поэтому… Нет, ну… Да не… Там ситуация была, когда Саныч выгнал это немножко… У меня ребенок родился, я ночью не спал. И пришел… В конец сезона было в Манеже. Тренировка была и… А он, ну, профессионал, как бы, все, пришел на тренировку выполняй. А я, ну, в конец сезона чуть расслабился. Еще не выспался, злой был. Что-то там… Где-то он меня выгнал там за какой-то проект. Не помню за что. Ну, по делу. Наверное, по делу. Возникал он. Поэтому… Ну, это так, случай, ну, совпало все вместе. А… При Крившенко, не знаю, не было ничего такого. Первый же сезон в Минском Динамо начали проявляться твои экстрасенсорные способности. Которые еще в Могилеве были. Твои эти предсказательные способности, это понятно. Но в Динамо до сих пор ходят шутки, да не только, наверное, в Динамо. Про то, что у тебя где-то спрятана кукла Вуду, с которой ты шаманишь над первыми вратарями в команде. Ты почти всегда приходил вторым вратарем. Это же миф. Пусть он может будет, я не буду рассказывать, может. Пусть все же, ну, не то что верят, там не верят. Шутят, пусть шутят. Ну, я говорил, что это все не то, что надумано. Понятно, никаких куклу Вуду нет. Но с конкуренцией ты умеешь бороться, как никто другой. Ну, это другое. Это же не то, что там какие-то… Я же не колдую над кого-то. Тьфу, ни один человек при мне вратарь не получил травму, и я занял его место. Такого не было. Было, как бы, по спортивным принципам всегда. Я считаю, ну, вот именно эта ситуация показывает не то, что там куклу Вуду. Куклу Вуду, если бы я хотел, заколол бы, там, нога заболела или что. Так, ничего такого уж нет. Первый твой Еврокубковый опыт, самый серьезный, это вот пускай это будет десятый год. Не девятый, а именно матчи против Макаби, Брюгге, когда мы были в шаге от попадания в группу. Что помнишь о тех матчах? Ну, все равно же первый опыт, первые игры в Еврокубках все равно другие были. Да, но это вот уже прям совсем другая… Ну, другой уровень, да. Другая лига, скажем так. Ну, все равно, это уже не первый. Первый есть первый, как говорится. А этих играх, ну, как всегда в памяти, ну, опять же, чуть-чуть не хватило нам до группы Лиги Европы. Тогда уже, как говорится, опыта вообще такого не было. И, ну, тут замаячило что-то и… Ну, много не думали, потому что много молодых было, все как-то так это… Наверное, на самом деле там и сборников было мало у нас, и команда такая была еще, зеленая. И, наверное, может, этого нам и не хватило. Но, тем не менее, смогли доказать всем, обыграв Макаби здесь. Да и Брюгер, в принципе, было непросто, это сто процентов. Ну, это я верю. Вот именно, что опыта не было, и, наверное, если бы чуть позже это вот противостояние произошло, то, может быть, и как раз-таки Макаби был сильнее, как вот даже сейчас в сборной вспоминали с Путией, с Кислым, что как бы обсуждали то, что, да, вот Макаби намного сильнее был, чем Брюгер. Ну, по итогу получилось, что Макаби прошли. Нас там возили, как сильнее, ну, Макаби. Там 1-0 сыграли, но как-то так все сложилось. Интересное сравнение, конечно. Ну, возили, ну, было такое. Ну, они, как раз мы играли после группового раунда Лиги Чемпионов, по-моему, они играли в групповом раунде в прошлый сезон. И вот, ну, у них и команда была опытная, и футболисты там, ну, хорошие, очень собранные были. Я думаю, больше здесь на Динамо недооценка, ну, плюс наше желание. Ну, и фарт большой очень. Когда с 1-0 уйти на 3-1, это ж, понятное дело, без везения никак. Слушай, ну, а матч в Брюге потом вспоминал часто. Все-таки три гола отпустил в пенальти от одного того же футболиста. Пенальти – это особая история. И до этого, и после. Ну, не мое это, наверное. Да, не твоя сторона. Поэтому, как бы тут, там, не разбирали соперника, не знал, куда он будет бить. Все равно вот ты вот вроде все уже. Знаешь, у себя в голове там решил, что вот он будет бить вправо, он бьет вправо, и ты все равно не вручаешь. Ну, я просто так к пенальти отношусь как-то, может, расхлябанно, не знаю. Я все равно не считаю, что это мастерство. Больше везения? У вратаря 100%. У игрока, который бьет мастерство, а у вратаря – это везение. Вот его день он возьмет пенальти. Ну, не знаю. Мне кажется, невозможно натренировать. Как ногу ставит. Ну, не знаю. Мне не понять этого. Может, это самое слабое место моё. Но это… Пенальти вот случаются. Хотя, ну, в этом году были. В нужный момент, как говорится. Ну, все равно, три пенальти за два матча, наверное, больновато. Ну… Так, в суде и судили нас. Не, ну, в первой игре была точка. Во второй – две таких смешных поставки, судя. Тем более, на 30 минуты 3-0 горели уже. Да, ну, что, опять же, тяжело рассуждать. Может, и, как сказать, не то, что команда была, но, опять же, кто такой клуб «Динамо» Минска и кто такой «Брюгге» был в Европе. Может, нам рано еще было туда, в Европу. Как ты все-таки решился на возвращение в Беларусь? Уже ко второму твоему этапу карьеры перейдем. И ты говорил о том, что в Беларусь ты не собираешься возвращаться. Тем более, в Греции-то все было хорошо. Так сложилось зачем? Ну, так, опять же, углубляться и… Значит, так нужно было, чтобы я вернулся. Не знаю. Хотел – ну, да, не хотел. Ну, а что, это плохое желание, что ли, не хотеть… Ну, хотеть играть в более сильном чемпионате, там… Ну, я считаю, это нормально. Да, как бы получилось, сложилось и… Ну, жалеть я точно не буду жалеть об этом. Как есть, так есть. Вот, опять же, жизнь предоставила такое… Ну, не испытание, но возможность, как говорится… Может, опять же, я же говорю, ну, у меня… У меня очень было огромное желание есть, составить Динамо, стать чемпионом. Это не пустые слова такие. И вот он шанс, как бы, есть, был, не знаю, посмотрим. Понятно, что далеко сейчас отпустили, но… Очень не сослучается. Будем пытаться, я же говорю. Ну, вот у меня конкретная цель была, поэтому, не знаю, даже, может, и… Не то, что поэтому выбрал Динамо, но когда получилось, что в Динамо, вот я для себя решил, что надо все-таки попытаться что-то исправить ситуацию, пробел. В этом году ты вернулся на обновленный стадион Динамо, и такой вот вопрос, где тебе игралось комфортнее всего? На Динамо Юни, на старом Динамо, либо вот здесь, на новом? Наверное, здесь все-таки соответствует более… Ну, большой стадион, обновленный, и, ну, не знаю… Наверное, ну, по ощущениям мне нравится здесь играть. Для Андрея Горбунова любая тренировка, либо подготовка к матчу начинается задолго, до ее начала. Долго, очень много времени ты посвящаешь разминке. Вот расскажи про это. Вот, в принципе, наверное, никто на моей памяти так вот долго не растягивался, не разминался. Да нет, просто есть определенные, как говорится, организм требует. Сейчас так особенно. Раньше меньше было. Хотя тоже, когда-то у меня спрашивали, как раз-таки в Динамо было, как-то… Женщина, девушка, я не помню, она спрашивала. Или в интервью, или где что. Вот слежу, типа, перед игрой за тобой, типа, а ты столько тянешься, там, это, то есть… Ну, я, да, растяжки… Ну, мне, не знаю, мне больше нужно время даже растянуться, чем с мячом. Я могу с мячом не делать вот эти, там, падения. Если я не растянусь правильно, как мне нужно, и не разогреюсь, мне вот эти разминка с мячом на пользу не пойдет. Ты уже просто больше, как с мячом уже доразминаешься. Но важная часть, ну, не знаю, организм так требует. Ну, вместе с тем, ты всегда последним выходишь из раздевалки. Даже если какие-то выездные матчи, особенно в еврокубках, ну, очень долго тебя команда ждала, и по этому поводу всегда было много шуток. Что ты так долго делаешь там, расскажи. Обычно все стараются быстрее уйти. Ну, там, шутки всегда присутствуют, там, и… Там, говорят, ориентир Сеня, типа, если он еще это… Я все равно успею, типа… Ну, там, тоже, там, после выезда на самолет нужно лететь. Ждет самолет, уже все, как бы… И пацаны говорят, да не, спокойно, Сеня еще не мылся, я успею. Там, Гната могут подгонять. Ну, а я вижу, все, Сеня нормально сидит. Сидит еще. Привычка, не знаю. Кто-то же должен быть последним. Да, что ты так долго делаешь там? Ну, вот, реально долго бывает. Ну, отдыхай, не тороплюсь я, ну, ничего так. Ну, долгий я такой, по сути. Последний всегда. На тренировках, ну, не знаю. Среди Виталий же всегда, он говорит, а, Сеня пришел, начинаем тренировку. Все. Потому что после меня не может быть. Если после меня, я уже не знаю, соблюдают, может, этот… Заключитель не всегда. Ну, я шучу, говорит, я ж в воротах, это как последний пост, последний рубеж, должен быть последний, завершающий. Страхую всех. Ну, ты сам, спасибо. Да не, ну, не знаю. Вот, как бы, так… Вообще, в каждой команде есть такие люди. Долгие. Угу. Ну, я самый долгий. Самый долгий. То есть, никого дольше тебя не было никогда? В любой команде? Ну, тогда, со временем, постепенно. Сразу так пытаюсь соблюдать какую-то, потому что, там, если новая команда, ты пришел… Ну, опять же, я не опаздываю. Вот, если бы… Ну, то есть, как ждут. Нет такого, что вот сказали, в 16.30 ест, а я в 16.32 даже пришел, в 31. И меня сидят, ну, сидят, ждут все. Да, я приду в 16.29.50, допустим. Ну, самый последний момент. Да, да. Последний вагон. Ну, в последний, да. Ну, очень редко… Ну, бывают. Не, что, на установку бывают, прихожу раньше кого-то. Ну, такие… Ну, это… Нет такого, что вот обязательно. Ну, есть, да. Вот, перед игрой люблю с автобуса последним выйти. Такое-то вот… Нюансы такие. Ну, ну, вот, и там, из раздевалки последним или еще что-то. Это так получается, но… А футбольное суеверие? У тебя есть такая… Я не знаю, как сейчас. Вот раньше ты даже в штрафную не заходил, допустим, пока там судья ходит, что-то проверяет. И только, когда он выйдет, ты туда заходишь, потому что это вот твоя очередь. Это вот откуда? Это… Приходь-ка. Сергей Александрович. Вбил мне в голову, что ты штрафной король. Ну, такие нюансы, опять же. Он всегда говорил, ты штрафной король. Он же ж… Тренировка начиналась, вот по кругу футболисты бегут. Он не разрешал футболистам заходить в штрафную. Всегда бежали вдоль штрафной. Ну, а вратари хозяева штрафной, всё. И поэтому, ну, вот он говорил, что… Ну, не говорил, а как бы такое, если судья там ходит, не входи. То есть, какие-то свои забобоны, можно так сказать? Не знаю. Да ну, вот так, как по жизни получилось. Я говорю, после него и всё. Ну, что, я сейчас не вхожу. Ну, будем потихоньку завершать. И такой вот вопрос. Тебе 35 лет, в принципе, для футбольного возраста это уже достаточно много. Но вратари, как правило, могут играть ещё гораздо дольше. Всё-таки ты уже начинаешь задумываться о завершении своей карьеры? Либо пока ещё думаешь о том, что поиграешь ещё какое-то количество времени? Да, не знаю. Может быть. Не то, что задумываешься. Больше даже… Как сказать… Состояние здоровья, не знаю. Понятно, что я там играю, игры там, всё. Но есть небольшие проблемы и так, так… Опять же, начнёшь задумываться, ну, надо заканчивать сразу. Вот, не знаю. Ну, моё мнение. А если есть ещё… Ну, желание это… Ну, вот, я говорю, начнёшь думать, она сама даже как-то так и закончишь. Не знаю. Ну, мне так кажется почему-то. Поэтому я стараюсь не думать. А сколько буду играть, это уже… Сколько там… Суждено, говорится. Посмотрим. Ну… Может, я не знаю. Может, в последний год играть, чёрт-то знает. Не передумал быть тренером по завершению карьеры? Тоже не знаю. Я же говорю, это если уже… Планировать, как бы, да, там надо что-то… Конспекты какие вести. Я говорю, дай мне сейчас тренировку или там вот быть тренером провести. Я не знаю, что делать. Хотя там… Ну, у тебя же опыт такой. Тренеров и… Ну, не знаю. Ну, потому что я не готов к тренерской работе. Я считаю, надо быть… Что-то где-то внутри в голове всё. Надо быть готовым, да. То есть, ты уже осознаёшь это. Я ещё… Судя так, как и… Я говорю, физически я готов ещё играть нормально. А здоровье, как позволит… Бай бог. Что же, тогда будем надеяться, что ты ещё будешь с нами довольно-таки долго. Тем более, ту игру, которую в этом сезоне ты показываешь. Дай бог, чтобы так всё и продолжалось. Но, напоследок, пару слов нашим болельщикам. Скажи что-нибудь приятное, которое тебя любят и поддерживают. Мы как-будто итоги такие подвели. Итоги интервью? Не люблю. Да, сто игр – это нормально всё. Но… По итогу… Я сейчас не болельщикам. Я вот говорю по поводу того, что… Вообще так это вот… Мы тут разговаривали. Я не люблю вообще эти… Итоги подводить. Итоги в конце, да, надо подводить. Рассказывать все эти истории там. Так, не любитель. Ну, ладно. Дата такая, нельзя было мне. А болельщикам… Что, хотелось бы… Опять же… Ну, это моё личное мнение. Хотелось бы… На наших играх у нас тут осталось немного. Всего дня. Чтобы… Нормальное количество приходило и поддерживало. Это всегда ощущается. И… В любом случае, помогает нам, футболистам. Смотрите «Знамо ТВ». Б​ымерик Special. ТВ Под— Смотрите «Знамо ТВ» Than mir вр reluctant ди в была choice, maintaining тоже безع pierдёжки. filter씨чик, це biscuit, В detto «Знамо ТВ». ПИХом это общем, ТВ